Микрофон подсоединяться. Итак, сегодня мы с вами поговорим немного о тех инструментах, которые у вас есть для того, чтобы активно продвигать. Я, конечно, всегда рада не только за бизнес, но и, конечно, за продукт. И вот так вот назвали мы маршрутизация успешных продаж. Если вы часто заходите в личный кабинет, интересуетесь тем, что же еще новенького, интересненького приготовили для вас сотрудники генерального офиса вместе с лидерами компании, какие еще инструменты можно использовать для работы. Вы, может быть, знаете, что у нас есть маршрутизатор, например, есть еще что-то интересное. Вот давайте пробежимся. Поставьте, пожалуйста, плюсики, кто из вас пользуется личным кабинетом. Активно заходит, ищет. Кто у нас в личном кабинете? Вот, замечательно. Здорово. Удобный, действительно, кабинет. Не зря он так называется, несмотря на то, что все мы находимся далеко друг от друга. Да, у нас есть кабинет. А какие инструменты? Вот напишите, какой ваш самый любимый вот именно инструмент, пособие? Вот что вы постоянно используете из того инструментария, который вам предоставлен? Да, вот, может быть, есть что-то вот самое любимое. Презентации вот у Лены Морозовой. Ролики у Татьяны Дудник. Вебинары у Галины Черепановой. Потому что очень интересно получать вот обратную связь, что больше всего полезности приносит. Тамара Панфилова слайды. Мария Тарабрина. Ролики обучения. Вебинары, отзывы у Ольги Стрибковой, Татьяны Оленева. Презентации печатные инструменты. Ой-ой-ой, быстро побежала. Валентина Ющенко. Картинки для мессенджеров. Информация о продукции. Татьяна Павлова. Все чек-листы. Чек-листы у Елены Зуевой. И блок интересен Марии Курочкиной. Что ж, замечательно. Видим, какие мы все разные, насколько разными инструментами мы пользуемся. Например, хотела бы вам напомнить о том, что у нас есть замечательный маршрутизатор о том, как искать новых клиентов через базу. Как кому предложить. Там есть все стороны, да, аспекты нашей жизни, в которых мы можем использовать рекомендацию базу и кому это будет полезно. Там разговор идет и о фитнес-центрах, и о центрах для похудения, и о спортивных залах, да. То есть все это охвачено. Уже рассказано, с каким предложением куда приходить. Обязательно этим инструментом пользуйтесь. Есть прекрасный, я просто для примера взяла вебинар из статьи, например, от Натальи Шааб. 7 и 9 для запредельных продаж БАД. Если кто-то еще не знаком, обязательно ознакомьтесь. Есть скрипты по продаже аэровидических травяных таблеток. Для того, чтобы вам не выдумывать что-то самим, можно взять готовые скрипты и работать с ними. Потом уже, когда вы привыкнете, ваш язык уже будет дружелюбен, да, с разными терминами, вы уже эти скрипты сможете спокойно составлять сами. Но особенно, если у вас в команде пришел новичок, вот со скриптами работать очень удобно. Обязательно показывайте ему их, учите и проговаривайте. Говорите вслух. Не просто прочитать нужно, а обязательно проговори. Есть блог, да, как вы сами писали. И там есть, например, сегодня просто, я почему этот пример взяла, работа с возражением на примере БАСу, да, когда сегодня в очередной раз зашло речь о сравнении сенной палочки в Витоме и сенной палочки в БАСу. Опять же, это все в этой статье уже разобрано, и чем штаммы отличаются, и чем сами продукты отличаются, все-все-все это есть. Все это вам доступно, и все это вы можете читать. Статья эта, если кому-то интересно, выходила в прошлом году в июле, да, я ее писала. И там очень хорошие, самые типичные возражения с очень развернутыми, грамотными ответами на них. Обратите внимание. Есть такой вебинар «Любовь с первого взгляда. Список из 10 продуктов, через которые влюбляются в Мэйтам». Если вдруг кто-то еще не знает, какие продукты, самый топ-топ, или как раз тот список, с которым стоит познакомить опять же новичков, которые к вам пришли. Есть маршрутизатор, который можно распечатать, давать людям, заполнять. И, кстати, там самые простые вопросы, да, и будет понятно, нужен человеку БАСУ или нет. Там затрагиваются вопросы пищеварения, аллергии, да, составляла это опять же я. И мне кажется, это очень крутой инструмент, когда к вам приходят, и вы говорите, просто пройди по стрелочкам, он может быть у вас распечатан в виде плаката в офисе, да, пройди по стрелочкам, посмотри, нужен ли тебе БАСУ, нужен ли тебе такой помощник. Это тоже удобный инструмент бизнеса. Конечно, у нас есть схемы применения продукции при различных заболеваниях, которые мы с вами называем чек-листы. Раньше они так назывались, но теперь мы как-то их более масштабно назвали. Вот. И эти чек-листы, конечно, зачастую вызывают затруднения, какие рекомендовать. Кто-то в них разбирается очень хорошо, кто-то плавает, кто-то вообще не знает о их существовании, либо знает, но не знает, что у них внутри. И, конечно, нужно обязательно объяснять своим партнерам, тем, кого вы приглашаете в чат, что у нас есть такие чек-листы и как ими пользоваться. Это полностью подобранные схемы продуктов при тех или иных проблемах. Сама проблема, которая решает эта схема, она написана в названии. Соответственно, когда люди не знают, что рекомендовать при сахарном диабете, я изначально впадаю в ступор. У вас при поиске вы уже получите этот документ. Просто стоит вбить сахарный диабет, да. Поэтому обратите внимание, что нужно обязательно знакомить с тем, какие чек-листы у нас есть. Ну и, конечно, я сегодня с другой стороны предложу вам подойти к чек-листам. Я надеюсь, мы сверстаем, и это станет большой вашей такой помощницей. Таблица такая будет. Ну а пока я вам часть ее покажу. Анкета по здоровью. Поставьте, пожалуйста, плюсики, кто сам проходил анкетирование по этому опросному листу, где все-все системы органов. Вот в Елене Морозовой я не сомневалась ни на секундочку. Так, замечательно. А теперь поставьте мне, ну не плюсики, давайте поставим циферку 1. Кто использует анкетирование на своих партнерах, клиентах, кто работает с анкетой. Может быть, не со всей анкетой, может быть, какая-то часть. Пришел человек, жалуется на повышенную утомляемость, да, вы проводите ему анкетирование по обмену веществ. Замечательно. И сейчас мы пробежимся по анкете, и я расскажу вам, почему такие вопросы, и не часто, к сожалению, да. Тем, кто не часто, я рекомендую использовать чаще, но не полное анкетирование, потому что это действительно очень много времени занимает. Применяйте отдельно блоки. Вы можете распечатать отдельно каждый блок по каждой системе, да, и использовать его. То есть отдельно углеводный обмен, отдельно обмен веществ, проблема волосы, ногти, кожи, да, или там женское здоровье. Очень наглядно и очень удобно использовать. Как вы знаете, там у нас стоит дата заполнения фамилии, имя, отчества, возраст, адрес, телефон. Это для того, чтобы мы потом понимали, чья это анкета, кому давать обратную связь, и кого повторно обязательно анкетировать. Ведь главное в анкетировании это то, что когда вы выявили проблему, рекомендовали какую-то схему применения продукции Мэйтан, то вам потом обязательно необходимо с этим клиентом поддерживать связь. Вам необходимо ему позвонить и уточнить через 3-4, начал ли он прием тех средств, которые приобрел. Потом через недельку-две можно позвонить, не можно, а нужно позвонить и уточнить, как у него самочувствие, не возникли ли какие-то неприятные симптомы, и уже какие первые эффекты он отмечает. Вы это должны делать не столько для себя, сколько для человека, потому что когда вы звоните, спрашиваете, он сам начинает обращать на это внимание и понимает, что да, что-то происходит. Не просто так, не все так, просто как было, да. И, конечно, потом мы звоним по окончании, за неделю-две до окончания курса, то есть если вы ему двухмесячный, трехмесячный прописывали, можно чаще поддерживать связь, если у вас возможность есть такая, и вы звоните ему через, ну, незадолго до окончания курса и предлагаете пройти повторное анкетирование, чтобы оценить, насколько изменилось его состояние, да. Ну и, конечно, можно подобрать другой курс, потому что многим людям, которые имеют букет заболеваний, необходимо несколько разных схем применения и не всегда получается все их одновременно использовать. Поэтому мы рекомендуем проходить потом повторное анкетирование. Давайте пробежимся по вопросам, потому что, когда я сейчас начала обучать наших партнеров, сотрудников, да, я обратила внимание, что, ну, не все вопросы, мне как врачу они понятны, но у некоторых вызывают недоумение, замешательство, давайте разберем. Итак, сколько раз в год человек должен болеть простудными заболеваниями, ну, либо может болеть простудными заболеваниями, два раза в год – это самое частое. Это говорит о том, что иммунитет работает нормально. Но, как вы понимаете, таких людей у нас не очень много. Три-пять раз в год – это уже ненормально, более пяти раз в год говорит о том, что иммунитет очень слабый. Слабый иммунитет – это не только простудные заболевания, ну, и как коронавирус, конечно, сейчас. Иммунитет – это и аутоиммунные заболевания, и аллергия в различных ее проявлениях, и онкологические заболевания – все это у нас контролирует иммунитет. И поэтому за иммунитетом очень важно следить и поддерживать его. Беспокоят ли вас герпетические высыпания? Потому что герпес, он такой, он один раз попадает в организм и навсегда остается с нами. Так вот, если иммунитет проседает, герпес тут как тут вылазит, там же, где он попал в организм. Если это был контакт, где там кружку грязную с герпесом, да, выпили из нее что-то, то чаще всего это будет, ну, либо при поцелуях передался герпес, это будет на губах поражение. Если вдруг нос почесали пальцами, на которых был герпес, это будет герпес выскакивать на носу. Если это где-то на теле, значит, где-то обо что-то потерлись. И вот эти входные ворота, они станут и тем местом, где герпес будет постоянно вылазить. То есть при ослаблении иммунитета он в одном и том же месте чаще всего появляется. И, конечно, в норме у нас появления герпетических высыпаний не должно быть. Он либо спит в организме и никогда не вылазит, либо его у нас просто нет. Но, к сожалению, не все так и хорошо, да, и мы вот видим, как он может часто проявляться. Как чаще всего проявляется простуда? Здесь мы определяем, что с местным иммунитетом. Все время одинаково, то есть это какой-то орган страдает, да, каждый раз по-разному. Здесь надо последить за собой, почему так простуда нападает с разных сторон. И либо из одного в другое, вот это как раз ослабленный иммунитет общий, потому что не может остановиться заболевание на одном органе и перетекает из носа в глотку, из глотки в гортань, потом трахея, бронхи и спускается к легким. Вот это как раз говорит об общем ослаблении иммунитета. Как долго человек болеет простудными заболеваниями? В норме мы за 5 дней должны выздоравливать. Неделя чуть больше тоже не очень хорошо, но и кто-то болеет больше 10 дней. Так как я уже сказала, что иммунитет это не только у нас, конечно, простудные заболевания, то мы еще и спрашиваем про онкологические заболевания. Если в семье родственники, если 2 и более близких родственников страдают различными онкологическими заболеваниями, то это риск онкологии вообще в принципе во всей семье. Поэтому здесь нужно обязательно следить за иммунитетом. И особенно если вдруг один и тот же орган поражен онкологическим заболеванием, нужно прям пристально следить за здоровьем этого органа. И вот посмотрите, что то, о чем я вам говорила. Есть большая таблица, где все вот эти вот блоки собраны, то есть отдельно идет первым графой та часть анкеты, которая нужна. То есть вот сейчас мы говорили с вами об иммунитете и, соответственно, каким чек-листам ведет эта анкета. Вы провели анкетирование и вот какие же чек-листы могут получиться. Это все чек-листы с восстановлением после перенесенной коронавирусной инфекции с разными сферами, да, женской здоровью, кишечник, нервной системы, печень, почки, сердце, общее восстановление. Вопрос очень часто бывает, как быстро надо начинать восстановительные курсы, что делать во время самого коронавирусного процесса, да. Нужно вот сразу прям начинать, ну, учитывая, что начинается обычно без какого-то прицельного действия на орган, да. Мы начинаем восстановление после COVID общий чек-лист, общую схему для поддержания во время и после болезни. Сюда же идет схема применения для активного долголетия, для крепкого иммунитета, при онкологических проблемах, при простуде. Здесь мы делим по возрасту до 3 лет, до 12 лет и старше 12 лет, да, для взрослых и взрослых. И применение продукции при гайморите. Эти все чек-листы у нас появляются откуда, когда мы их можем рекомендовать, когда провели анкетирование. То есть всего буквально 5 вопросов и вот столько схем вы можете из них получить. Какую рекомендовать? Вы, конечно, уже по ответам на вопрос понимаете. Зрение. Здесь просто, да, есть ли заболевание глаз? Если человек знает, он вам об этом, конечно, скажет. Да, нет. Отмечается ли ухудшение именно в последнее время зрения? То есть это важно, потому что мы оценим, что у него в последнее время. Может быть, нагрузка какая-то пошла на глаза. Может быть, как раз сейчас самое время подействовать на орган зрения, чтобы восстановить его, пока момент не упущен. Стопроцентное ли зрение у человека? Есть ли усталость в глазах при работе за компьютером? И в норме, конечно, этого не должно быть. Отмечается ли сухость, чувство песка в глазах? Тоже такое возникает. И есть ли покраснение глаз? И в норме, допустимо, там, когда мы не выспались, да, как-то. Но вообще, конечно, лучше, чтобы этого не было. И для зрения у нас, я схему не стала писать, потому что, собственно, два продукта для зрения. Одно – это прицельное ProVision при всех проблемах со зрением, мы его рекомендуем. И следующее – это, конечно, если нужно профилактировать образование катаракты, либо начинающаяся только катаракта, это мы рекомендуем прогенезис, который увеличивает количество гиалуроновой кислоты в организме и таким образом увеличивает прозрачность хрусталика, да, и профилактирует образование катаракты. Собственно, поэтому тут специальной схемы применения нет. Сердце и сосуды, да, это очень важный орган. Это самое частое… Вот поражение их – это самая частая причина инвалидизации, смертности среди населения, да. Как часто человек ощущает одышку? Это должно быть только при интенсивной нагрузке. Есть ли ощущение сердцебиения, перебоев в области сердца? Конечно, этого ничего быть не должно. Есть ли такие симптомы, как холодные руки, ноги, боль в грудной клетке, затруднение дыхания при ходьбе, посинение губ? Это говорит о том, что либо со стороны сердца идет недостаточность, либо периферические сосуды не справляются с нагрузкой. Например, это холодные конечности могут быть при атеросклерозе ног. Есть ли повышенное артериальное давление? Почему этот вопрос задала? Потому что у 50% населения имеется повышение артериального давления, артериальной гипертензии, гипертоническая болезнь. Как ее ни назови, это все одно и то же заболевание. И помимо того, что оно само по себе дает не очень приятные симптомы, оно еще и грозит такими осложнениями, как инсульты и инфаркты. Поэтому, конечно, при повышенном давлении нужно обязательно поддерживать организм. Есть ли другие заболевания каких-то сосудов? Варикозная болезнь, гемороидальное расширение вен, атеросклероз сосудов, ишемическая болезнь, сердце, инфаркты, инсульты. Это мы обязательно должны учитывать. И смотрим на наследственность. Есть ли у близких родственников гипертоническая болезнь? Потому что она, к сожалению, очень хорошо передается по наследству. Никакие мы получаем отсюда чек-листы из анкеты для оценки работы сердечно-сосудистой системы. Это, конечно, для укрепления сердечно-сосудистой системы общей, для укрепления сосудов мозга. Это при вегетососудистой дистонии, при транзиторных ишемических атаках, для профилактики и помощи при инсульте. И у нас есть схема применения продукции при варикозе. Мы все это помним. Исходя из того, какие у нас ответы получились, мы рекомендуем ту или иную схему применения продукции. По опорно-двигательному аппарату очень распространенная болезнь. Поэтому мы должны человеку акцентировать внимание, что у него может быть проблема, он не замечает, не обращает внимания на нее. То есть, есть ли заболевание, либо проблема с уставом? Ну, он вам сам об этом скажет при вопросе. При длительной работе, нахождении в вынужденном положении, есть ли боль в спине, в шее? То есть, этого в норме не должно, конечно, быть. Как часто беспокоит боль в шее и спине? Это самый главный симптом остеохондроза, и люди очень часто его не замечают, не обращают на него внимания. А мы обращаем внимание, и, следовательно, можем помочь и рекомендовать наше средство. Беспокоят ли боли в суставах? Это другие суставы. Это забедренные, коленные, голеностопные. Кисти рук очень часто не имеют, да, и ограничение подвижности возникает с утра надо их размять, и потом только они начинают хорошо работать. И мы обязательно на это внимание обращаем. Есть ли скованность в суставах и позвоночнике с утра при пробуждении? То есть, встал, поскрипел, разогнулся. Вот это мы выявляем проблемы, это ограничение подвижности, да, и мы выявляем проблемы опорно-двигательного аппарата. И какие мы получаем отсюда схемы, да? Это артроз, остеохондроз, перелом, подагра и артрит, да, вот эти все заболевания и все схемы по тому, как к ним подходить, к этим проблемам, к их решению, мы получаем из всего ответа на шесть вопросов, да, простых. Тоже по желудочно-кишечному тракту. Мы здесь разделяем, да, это желудок, изжога, отрыжка, боль в животе сразу после еды, тошнота – это признаки того, что какие-то неполадки со стороны желудка. Есть ли проблема в животе после нарушения диеты, неправильного питания? Здесь мы больше будем работать со слизистой всего желудочно-кишечного тракта. Беспокоит ли какой-то из симптомов, так как чаще всего это все проявляется вздутием, жидким стулом, запорами, спазмами. И прибегает ли человек к медикаментозным средствам при проблемах с желудком-кишечником? То есть обычно при изжоге очень часто взяли ситуационную, соду выпили, гастал, ренни, и все прошло, да. Может быть, человек средства использует для того, чтобы убирать метеоризм, может быть, убирать запоры. То есть мы все обязательно это должны с вами отслеживать. Какие анкеты у нас, по вопросам этой анкеты, какие у нас чек-листы получаются? Восстановление после коронавируса с поражением кишечника. Отдельно у нас есть чек-лист при гастрите, язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки. И отдельно чек-лист для здорового кишечника. Исходя из того, что человек выделил, со стороны желудка проблемы у нас, вот, пожалуйста, рекомендации. Со стороны кишечника, вот, пожалуйста, здоровый кишечник. Поэтому мы обязательно на это обращаем внимание. Так как очень много проблем со стороны печени, желчного пузыря, то я их вынесла отдельно, хотя они, конечно, относятся к желудочно-кишечному тракту, но все-таки отдельно их нужно разобрать. Ну и у нас, как вы знаете, есть продукция специальная и для печени, и для желчного пузыря. И поэтому нужно эту группу наших клиентов отдельно выделять и вести отдельно. Бывает ли горечь во рту, тошнота, дискомфорт или боль в правом подреберье? Может быть, налет особенно желтого цвета на языке? Это говорит о том, что вот здесь не все в порядке со стороны желчного пузыря. Может быть, у человека есть УЗИ, вы спросите, у него есть ли обследование печени желчного, потому что нам нужно знать, если у него есть камни в желчном, мы, конечно, об этом узнаем, если у него было обследование. Принимаются... И если есть, вы прям можете записать, да, что там у него, прям тут подписать в анкете, что-то УЗИ отмечалось. Принимается ли на постоянной основе человеком какие-то медикаменты? Да, просто, не обязательно печеночный, в смысле просто, любые медикаменты. И любые медикаменты, они у нас проходят через печень, да, они у нас дают нагрузку, поэтому мы таким людям будем акцентировать на это внимание и говорить, посмотри, у тебя печень получила нагрузку, надо ей помочь, надо ее поддержать. Есть ли паразитарные заболевания? Так как у нас есть хороший противопаразитарный продукт, мы обязательно это уточняем. Есть ли какие-то заболевания печени желчного пузыря? Гепатиты, цирроз, гепатоз. Мы сразу все это спрашиваем у человека, да, и желательно, конечно, чтобы он знал ответ на этот вопрос. Но если не знает, можно помочь ему разобраться, да. И по этой анкете мы выходим на следующие чек-листы. Это схема применения продукции при циррозе, гепатите, гепатозе. Это у нас, когда поражается сама печень. При заболеваниях с желчекаменной болезнью, с кинезией желчеводящих путей, перегибы, поливы. Схема применения продукции при паразитарных заболеваниях у нас также есть отдельно, да. И мы в этом случае рекомендуем ее. Поэтому вот видите у нас, то есть помимо того, что у нас для желудочно-кишечного тракта, сколько схем, да, три отдельных. Вот еще отдельно три для печени желчного пузыря. Мочевыделительная система. Ее мы также отдельно обязательно выделяем, потому что у нас, как вы знаете, есть крутой продукт для мочевыделительной системы. Выпивает ли человек необходимые два литра воды? Если нет, то нужно поддерживать водно-солевой баланс, чтобы не скапливались соли, не возникали проблемы с почками и мочевыделительной системой. Бывают ли отеки? Да, отеки чаще всего вызываются заболеванием почек, особенно на лице. А могут быть на фоне сосудов руки могут отекать, на фоне сердца ноги очень часто отекают. Есть ли заболевания в почеках? В норме, конечно, их не должно быть. Есть ли какие-то проблемы со стороны мочевыделения? Это боли, резь, частое мочеиспускание. Здесь воспалительные причины мы ищем. И встает ли человек по ночам в туалет, потому что в норме он вставать не должен. И если мы такие проблемы выявили, у нас есть схема применения продукции при заболеваниях мочевыделительной системы. И мы ее рекомендуем, независимо от того, мужчина это или женщина. Отдельно у нас есть для женского здоровья. И здесь, как вы знаете, схема применения. Есть общая схема применения для репродуктивного возраста, для состояния уже в менопаузе. И отдельно есть местное применение. И там в зависимости от проблемы, что мы больше рекомендуем. Прокладки, тампоны, гель вагинального омоложения, свечи наши новые суппозитории. И это нужно, опять же, рекомендовать и разбираться, что человека беспокоит. Это могут быть сбои в менструальном цикле, чувство жара в теле, потливость, утомляемость, боль в молочных железах, боли внизу живота. Могут быть проблемы с колебанием цикла. Болезненные менструации, перепады настроения, явный ПМС, отечность, болезненность в молочных железах. Это говорит о том, что в репродуктивном возрасте надо разбираться с гормонами. Есть ли проблемы с микрофлорой половых органов? И тут мы можем очень хорошо помочь. И прокладки, и суппозитории. У нас все работает с нашей микрофлорой. Есть ли гинекологические заболевания? Очень хорошо, если человек наблюдается, и мы знаем, что он ответственно относится к своему здоровью, и будет следовать нашим рекомендациям для того, чтобы это здоровье поправить. И вот здесь, как вы видите, у нас есть выбор средств женского здоровья при проблемах местного характера. Это отдельно, да? Мы находим проблему и смотрим, что при ней больше подходит. Тампоны Лули, гель вагинального омоложения, а может быть больше подойдут прокладки и суппозитории. Это все в этой схеме есть. Здоровье женщин в период менопаузы. Есть схема для женского здоровья с профилактической целью. При проблемах в репродуктивном возрасте отдельно есть схема при варикозе малого таза, опущении органов малого таза. И отдельно есть схема применения продукции при мастопатии. И мы, исходя из того, что нам девушка, женщина отвечает, рекомендуем ту или иную схему. И также местно мы подбираем нужные средства. Мужское здоровье. Мы не будем пытать мужчин. Это очень такая тема интимная. Они не очень любят в нее вдаваться. Поэтому тут два вопросика всего. Есть ли общие симптомы? Учащенное мочеиспускание, половая дисфункция, нарушение репродуктивной функции, ночное мочеиспускание. Здесь без уточнения, что именно можно, если он стесняется, просто можно прочитать и спросить, что-то из этого есть. И отмечаем. Если он не стесняется, значит отметим, как есть. Есть ли проблемы с предстательной железой? Ну и, конечно, в норме их не должно быть. И у нас есть прекрасная схема применения продукции для укрепления мужского здоровья и повышения либидо. И мы ее в этом случае рекомендуем. Отдельно мы рассматриваем придатки кожи саму и придатки, волосы и ногти, потому что они у нас что показывают? Показывают недостаток витаминов, недостаток воды, неправильное питание, неправильный обмен веществ. Все это проявляется на коже, волосах и ногтях. Есть ли проблемы с кожей аллергического характера? Любые аллергические проявления. Есть ли просто проблемы с кожей не аллергического характера? Сухость, стянутость. Мы выявляем, есть ли внутренние проблемы, потому что кожа – это индикаторы. В первую очередь, проблемы на коже появляются при проблемах внутри. Нам надо посмотреть, как человек реагирует на жару, холод, как у него изменяется все. Может быть, его не беспокоит ничего, а может быть, ему становится хуже. Есть ли такие проблемы с волосами, как тусклость, сальность, потеря объема, блеска, секущиеся концы, потому что волосы – это такой же индикатор, как и кожа. Ну и проблема с ногтями. Здесь мы можем отдельно выявить с грибком кого-то, и у нас есть прекрасная сыворотка для того, чтобы избавиться от грибка. Либо можем здесь рассматривать недостаток витаминов. Это будет проявляться ломкостью, расслаиванием, медленным ростом, появлением белых пятен и прочими неприятными симптомами. Какие схемы мы получаем, пройдя всего лишь вот эти вот несколько вопросов? Это может быть схема применения продукции при аллергии. И здесь же опять возрастные группы. До 3 лет – 3-12, и старше 12 лет, то есть и взрослые, и дети старше 12 лет. Схема применения есть при потере волос и при стыне и переутомлении, упадке силы и усталости, потому что это плохие волосы, плохая кожа, она очень часто завязана именно с обменом веществ, и вот эти симптомы, они могут быть подспутны. У нас нервная система, очень сильное напряженное у нас состояние, у нашей нервной системы, и поэтому мы здесь обязательно тоже подходим правильно. Что мы выявляем? Есть ли нарушения сна? Выявляем какие, да? Есть ли усталость, утомляемость, снижение работоспособности? Есть ли повышенная тревожность, мнительность, волнение, раздражительность? То есть здесь либо гиперактивная нервная система, либо наоборот истощение после ковида, очень часто бывают проблемы со сном, да? Есть ли головные боли? И если есть, то уточняем, как давно они. И отмечаем, есть ли ухудшение памяти, трудности какие-то в работе с информацией, с концентрацией внимания. Это тоже нервная система. И здесь мы получаем такие схемы применения. Это хронический стресс. Сюда у нас пойдут те, кто со стыней, с невысыпаниями, с нервозностью. Есть прямо отдельно тех, кто раздражен и нервозен, мы их будем успокаивать. А есть те, кто плохо засыпает, и мы рекомендуем им продукцию для здорового сна. Это исходя, опять же, из всего лишь нескольких вопросов. Вы определяете, какую схему применения рекомендовать. Общий обмен веществ у нас характеризуется тем, что он очень сильно влияет на наше общее состояние. Вдруг человек отмечает упадок сил, нехватку энергии, отсутствие силы, желание что-то делать, либо его не устраивает фигура. Это тоже определяется обменом веществ. Может быть, у него откладывается жир в определенных местах, и в норме он должен откладываться у женщин бедра и ягодицы, у мужчин равномерно, но это может быть отдельный животик, либо верхняя часть тела. И это мы обращаем внимание, потому что это, опять же, обмен веществ. И, конечно, индекс массы тела. Я учила на всех наших обучениях, рассказываю, как его считать. Слайды будут, формула есть, можно рассчитать и посмотреть, в какую группу мы попадаем, есть ли проблемы с массой тела или нет. Это мы рассчитываем обязательно. И вот это желательно для себя контролировать тоже. И, соответственно, исходя из этих вопросов, мы получаем схему для детоксикации. И она есть разная. На основе травяных таблеток наших индийских, на основе фитокапсулы нутрицептика и на основе только фитокапсул. Сюда же у нас попадает схема для похудения, потому что мы о фигуре здесь говорили. И сюда же остыния, переутомление, упадок сил и усталость у нас тоже входят. Углеводный обмен. Это очень важно, потому что с возрастом все мы попадаем в группу риска по сахарному диабету. Это очень такое заболевание, которое протекает с осложнениями, им постоянно нужно заниматься, заботиться о своем здоровье, а профилактировать его просто. Ну и помимо этого углеводный обмен – это еще и наша фигура и избыточная масса тела, если она появляется. Поэтому мы определяем, есть ли проблемы с уровнем глюкозы. Человек может об этом уже знать. Есть ли избыточный вес? Есть ли осложнения сахарного диабета, если вы им страдаете? И следующее – это бывают ли скачки сахара для тех, кто страдает сахарным диабетом. И есть ли диабет у близких родственников. Так как сахарный диабет, как вы знаете, наверное, уже очень часто проявляется тем, что передается по наследству. То есть, если сахарный диабет второго типа передается, почему чаще всего? Потому что режим питания, режим дозирования нашей еды, физической активности, вообще образ жизни мы передаем из поколения в поколение и, соответственно, склонность к сахарному диабету второго типа, то сахарный диабет первого типа у нас может наследоваться чисто генетически. Поэтому мы углеводным обменом очень плотно должны интересоваться отдельно. И отсюда у нас получается, если вдруг возникает осложнение со зрением у тех, кто болеет сахарным диабетом, это отдельная схема применения продукции для зрения. Если мы говорим о том, что есть диабет, у нас отдельная схема продукции при сахарном диабете. Для похудения она сюда попадает и в общий обмен веществ, и сюда попадает. И опять же для тех, кто страдает сахарным диабетом, у них сюда попадает продукция при пролежнях, рожи, трофических язвах, потому что трофические язвы это одно из осложнений сахарного диабета. Поэтому вот такая анкета, она приводит к совсем, казалось бы, неожиданным рекомендациям. И напоследок у нас дыхательная система. Что мы выявляем? Есть ли хронические заболевания дыхательной системы? Человек может знать о них, может не знать. Часто ли при простуде бывает кашель? То есть как часто у нас инфекция добирается именно до дыхательной системы? Есть ли ощущение спазма в горле при вдыхании холодного воздуха, резкого запаха, быстром шаге-беге? То есть это такая склонность к бронхоспазму мы таким образом выявляем. И, исходя из этих вопросов, всего лишь три вопросика, мы выбираем схему продукции при бронхиальной астме и схему применения продукции при пневмонии, бронхитии и хронической обструктивной болезни легких. То есть у вас эти чек-листы есть, и вы вроде по названию можете выбрать что-то, да, вот есть сахарный диабет, вот мы рекомендуем. Но вы видите, если правильно работать, ну и все это, я надеюсь, мы в ближайшее время оформим, мы будем идти в виде большой таблицы, где у вас все это будет сведено в единый, не отдельно вот такими блоками, а то есть вы видите, анкета такая, вот что можно рекомендовать. Прошли такую анкету, вот что можно рекомендовать для того, чтобы вам легче было ориентироваться в том количестве схем применения продукции, в том количестве вообще, собственно, продукта, который у нас есть, для того, чтобы вы могли правильно, грамотно, самостоятельно подбирать все это без обращения куда-то еще, да. И хотелось бы сказать, что недостаточно знать, где находятся материалы, да, кто-то ходит в личный кабинет, знает, что они там лежат, но ими нужно регулярно пользоваться. То есть пересматривать вебинары, перечитывать статьи, пользоваться чек-листами, а все это нужно делать. Если вы были на дне рождения компании, бело-голубом, когда к нам приезжал Игорь Ман, вы помните, да, он сказал, я спокойно буду с вами делиться, мне не жалко, я поделюсь с вами любой информацией. Можете фотографировать там что-то, да, вы все равно не будете этим пользоваться абсолютное большинство, и так, к сожалению, и есть. И у меня есть тоже отдельно личное мое наблюдение, да, когда я что-то рекомендую, особенно для здоровья, то, что нужно пропить там месяц, как минимум, да, и перезваниваешь человеку через три дня, ну что, ой, ну вот еще не начал, через неделю звонишь, ну нет, пока что-то вот руки не доходят. То есть и также крем для лица, если его поставить, и им не пользоваться, ты не поймешь его эффект. То же самое с нашим бизнесом, с нашими инструментами. Для того, чтобы все работало грамотно, правильно, нужно всем этим пользоваться, регулярно использовать в процессе своей любимой работы. Что ж, это все, что я хотела вам сказать. В ближайшее время мы с вами увидимся и на вебинарах, и на прямых эфирах в сентябре уже, поэтому следите, да, за всеми анонсами, и в группах мы их везде выкладываем, расписание, как один из инструментов, да, которые есть у нас на сайте. Рада была вас всех увидеть. Хорошего вам всем дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова